Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, вы тоже можете дать свои комментарии. Итак, случайно наткнулась на ваш канал около года назад и теперь смотрю постоянно. Вы даете очень полезные советы, что из-за различной ситуации находишь для себя выход. У меня такая история, я познакомилась с турецким мужчиной год назад по интернету. Ему на тот момент было 39, а мне 34. Я в разводе, от первого брака у меня двое детей, у него тоже двое. И как он мне сказал, он не живет с женой, но дети проживают с ним. На протяжении полугода мы переписывались, созванивались по видеосвязи, а потом он мне предложил приехать к нему. Вначале говорила я, нет, ты что, я не могу. Но он настаивал, но ненавязчиво, сквозь переписки, разговоры, он периодически напоминал об этом. Сказал, я куплю тебе билеты, только приезжай. В итоге он прислал мне деньги, я купила билеты и полетела к нему. Я очень боялась, но когда прилетела и когда я его увидела впервые, я была в восторге. Он встретил меня как положено, все было хорошо, он оказался действительно таким, как он себя описывал, адекватный человек. Мы привели с ним незабываемый недельный отпуск. Он взял все расходы на себя, а я за весь отпуск не потратила ни копейки. Когда ехали в отель, я смотрела в окно машины и восхищалась прекрасными красотами Турции. А он в тот момент рассматривал меня. Пришло время улетать, мы поехали еще прогуляться. Самолет, потому что был у меня ночью. Он повез меня на различные магазины, хотел мне и моим детям купить что-то. Но мне как-то было не по себе, я чувствовала себя неловко, не знаю почему. Потому что вы себя не любите и не можете принимать подарки. Вы за них чувствуете вину, обязанность или конфуз какой-то, или стыд, может быть, это эмоции приобретенные. То есть, условно, когда мне что-то дают, хвалят и так далее, я не могу это принимать. Это история про самооценку, с вашей жизнью, у вас с принятием, назовем так, любви, внимания к себе есть проблемки. Потому что я сама себя, допустим, условно, не люблю. Поэтому, когда меня любят или жесты какие-то оказывают внимание, я себя некомфортно чувствую или не могу их принимать, у меня некий блок стоит. Я ответила ему с улыбкой, нет, спасибо, но мне ничего не нужно. Он просил, пожалуйста, возьми хоть что-нибудь. Я отказалась, так ничего и не взяв. Мы пошли в машину, он спросил, что случилось, почему ты не хочешь от меня ничего принимать. Я ответила, все в порядке. Ну вот просто я такой человек, ну не могу я. В общем, мы попили с ним чай, кофе у моря, поели, и он повез меня в аэропорт. До этого он еще искал везде банкоматы, я не могла понять, зачем. Подумала, ну, значит, ему зачем-то нужно. Мы приехали в аэропорт, он вновь помчался в банкомат и говорит, подожди меня в машине, я сейчас приду. Он приходит и дает мне деньги турецкие. Я спрашиваю, чем он, зачем. Он говорит, извини, долларов нигде нет, я тебе дам так, и ты их поменяешь у себя. Открыл мою сумочку и положил туда деньги. Мне до ужаса стало неудобно. Я чувствовала себя непонятно кем. Он сказал, давай попрощаемся в машине. Ну мы и поцеловались. Он взял мои руки, целовал их, говорил, как же я тебя люблю, не хочу тебя отпускать. Меня тоже душили слезы, я действительно за все это время прикипела к нему. Ну и влюбилась, естественно, но своих слез я не показала. Он сидел со мной в аэропорту очень долго, мы были как дети. Он мне показал пальцем себе на щеку, намекая, ну поцелуй меня, пока никто не видит. Ну и пришло время прощаться. Он мне все показал, куда идти, что делать, наказал, чтобы я всегда писала, где я нахожусь, когда прилечу в Россию домой и так далее. Я так и сделала. Мой самолет задержали на час, он ждал, когда я напишу при посадке самолетом. Я включила телефон, от него были сотни смс, что случилось, почему ты не пишешь, что должна была час назад прилететь. Ему надо было напомнить и на следующий раз флай-радар открывать сайт онлайн, смотреть рейсы и наблюдать, где они летят, чтобы не переживать по такому поводу. Увидел бы, где, когда самолет приземляется, ему время полета. Я ему ответила, что все хорошо, задержали самолет, я дома. Он мне после всего этого писал, я очень скучаю, я тебя люблю безумно, приеду к тебе обязательно, сказал, возможно, в январе. И спустя время он мне пишет, прости меня, я такую женщину, как ты встретил впервые, ты ангел, ты мой мир, но я вынужден буду вернуться к жене. Когда мы познакомились, он мне сказал, что он женат, но не живет с женой, уже 4 года они не разведены, но в процессе. Вот это, кстати, частая история, здесь это в Турции, да, они очень бывают на бумажках, не разводятся, разъезжаются, типа на подумать. Я вам про разводы рассказывала или суд дает 3 года на примирение, они не живут вместе, могут не контактировать, но по документам могут быть еще браки люди. Заблокировала меня, я была просто в шоке, конечно, мне было до ужаса неприятно, я плакала, кормила себя, зачем я полетела к нему и все такое. Но спустя неделю я легла уже спать, и он написал, я пешила, написала, ты зачем это делаешь, оставь меня в покое. Он сказал, я тебе все объясню, выслушай меня, прошу. Тут он мне написал очень много. Короче говоря, его сын узнал, что он был со мной, а до этого всего он увидел нашу переписку и закатил ему скандалы, поставил ему условия. Если он выбирает меня, то больше он не увидит сына, они остаются с ним, если он перестанет со мной общаться. И сын это все рассказал жене спустя время. Он мне сказал, что знает, что ты у меня есть, и после этого немного он охладел, но все равно продолжал писать, что любит и не может без меня. Вот скоро будет уже год с той встречи, как мы виделись, и он умоляет прилететь к нему. Говорит, я куплю тебе билеты, только прилети, я очень соскучился по тебе. Слова любви пишет, что я съела его сердце, забрала его покой. Ой, чисто турецкая тема, они любят такие фразочки, съела, съем твои губы, ты съела мое сердце, вся история с едой, у них такое застревание тут есть. Сам хочет прилететь, но что-то постоянно не получается, хотя пишет, поверь мне, я очень этого тоже хочу, но проще тебе прилететь ко мне в Турцию. И, наверное, месяц назад я решила расстаться с ним, я устала ждать, у него постоянно что-то не получается, то у него работы много, то еще что-то. Я написала ему обо всем прямо, на тот момент он был на взводе, и что-то случилось у него, и он меня попросил, я тебя прошу, не начинай снова опять, любовь моя. Ну, а я не послушала, и наутро захожу в интернет, а он меня везде заблокировал. И опять спустя 8-9 дней раздается смс, прости меня, я тебя люблю, и начинаю все рассказывать. Я ему только задала один вопрос, зачем ты так со мной поступаешь, неужели я заслужила к себе такое отношение в виде блокировок. Он на это ответил, прости, конечно, объяснил все, сейчас мы опять общаемся. Он хочет прилететь ко мне и просит, чтобы я прилетела, если у меня есть свободное время. Он мне все оплатит, только прилетит, проведем это время вдвоем, наедине с друг другом. Я просто хочу понять, может вы, дорогая Галина, подскажете, что мне делать. Я хочу быть с ним, и не могу его годами ждать. И насчет того, что разведется, он молчит, четко мне не дает, для чего я ему нужна. Только говорит, дай мне время, дай мне время. Он еще написал, что хочет забрать меня к себе, открыть мне свое дело, что ищет подходящее место. А я мастер повозковой депиляции. Я просто как человек, живущий в Турции, могу давать советы. Итак, ну конечно, вам нужна только конкретика. И конкретно давай разводись, показывай документы о бракоразводном процессе и так далее. Он вам говорит то, что вы хотите слушать про работу, про переезд, про вот эту всю историю. Если на это только опираться и вестись, можно так ждать годами. А вы сказали, опирайтесь на свои ощущения, я ждать. И говорите ему о том, что вы чувствуете, что вы думаете. Будьте немножко, назовем так, турчанкой неудобной. Будьте четко знающий, что вам надо. И его об этом оповещайте. Турецкие мужчины, они очень красиво и классно говорят, но их всегда, я говорю, турчанки скручивают в бараний рог очень часто. Они властные, непокорные, знают себе цену и открыто об этом говорят. Будьте немножко такой. Знаете почему? Ему так привычней. Он с таким, живет в семье мама у него, скорее всего, такая жена бывшая, еще там какие-то подружки у него были и так далее. То есть он к этому приучен. Ему так спокойней, так понятней, это говорить с ним на его, назовем так, языке воспитания его. Поэтому я вам посоветую говорить четко, конкретно, с гдатами, например, с мыслями, что мне надо. Я не хочу ждать тебя годами. Я могу ждать, допустим, один, полгода, там, три месяца, и ты мне показываешь документы, что ты вступил в бракоразводный процесс. Когда начинается развод, вроде бы там дают вот эту бумажку какую-то, условное заявление. Он такой, начнет сразу съезжать, дай мне время. Он нас кормит завтраками, нет конкретики, вы давите на конкретику. Окей, ты хоть, он сам говорит, я могу приехать, но мне трудно, траля-ля. Не ведитесь на его уговоры, не делайте, как ему удобно. Не подстраивайтесь под него, не жалейте его, пожалуйста. Не забываем, он еще занят, и вы, скажем так, на него тратите свое время. Чем вам под него еще жалеть, его подстраивать. У него вообще все в шоколаде получается, да? Может не разводиться, вот тут есть, которая приезжает, у него есть деньги ее привозить, дарить подарки, ухаживать за ней красивые, сладость, отдушина для души, а вот тут у меня семья как бы есть. Ну да, не живу с женой. Знаете, в чем проблема, почему он тогда съехал? Они с женой, я не подвергаюсь сомнению, скорее всего, реально не живут. Шантаж детский прошел через мать. Сыночек рассказал, мама рассказала, что надо сказать, как научить, надавила на ребенка, обработала классно. Ребенок истерику выдал, папа повелся. Окей, оставайся тогда со своей женой, с детьми, живите, тусуйте, делайте, что ты хочешь, что ты меня в это вплетаешь. Он трусит, не хочет разводиться, либо он ждет этих три года, о чем я вам, кстати, не сказала, я не думала, что он бракоразводный сейчас в процессе, они просто разъехались, они друг дружку измором берут. Я вам много про разводы в видео подмотайте, посмотрите, рассказывала в других видео, что кто изменит, у кого интрижка, если будет развод, то будет большую финансовую неустойку платить, окупаться от второй половины. Поэтому она сейчас такая святая, либо у них есть что делить, либо она вот это выжидает, когда он накосячит, оступится и так далее. И ей статус разведенки тоже не нужен. У нее есть муж, есть дети, кто там знает, живут, они нет там для друзей, подруг, семьи и так далее, родственников дальних, она замужем. Она везде в шоколаде, эта женщина. И вот тот припом, когда он у вас пропадает, это значит, у него с женой конфликты происходят в эти моменты, она его давит. Либо на то, чтобы сходиться, либо на то, чтобы разводиться. Вот еще проблема. Но они так и не вместе до сих пор. Я уверена, что они не живут вместе, вы бы это тоже, он бы вам там дозвонил и все прочее, он бы еще пропал и, короче, вы бы это заметили. Так что совет вам говорить конкретно, что вам надо, ставить свои условия и для себя, для начала самой понять, сколько я готова ждать, терпеть, короче, сколько я вообще на это готова тратить своего времени драгоценного. Вот когда это все мне стало понятно, сколько я готова, это я ему озвучиваю. Вот про приезд еще закончу, пусть он к вам сейчас едет, делает визу, только комсапарно ехать в Россию, надо визу открывать, в консульстве вроде в российском ее брать и так далее, даже на неделю. Короче, целый геморой. Если вы встать, не забывайте, для иностранцев езд в Россию ПЦР нужен и еще три дня вроде бы карантина, короче, посмотрите правила. Ой, короче говоря, пусть он это все делает, чтобы ему жизнь малиной не казалась, пусть он на вас тратится морально, физически, понимаете, едет. Ему удобно, например, наврать жене или как-то там детям, не жене, детям своим наврать, что я поехал в командировку там на 10 дней, тра-ля-ля-ля-ля. Я здесь в Турции. А вот объяснить свою поездку в другую страну, он тоже наврет, наверное, что он в Турции, ему проблематичнее будет к вам уехать. Проблема не в делах, деньгах или еще в чем-то, что он будет лепить, городить своим детям или своей жене, или там, может, его папа с мамой на него смотрит, что он, короче, его семья держит его в обороте. Ему не дают, либо он не хочет сам, боится разводиться. Ну, блин, решайте, вам это надо, вступая в подобные просто отношения и связь, у вас уже низкая самооценка, вы на вторых ролях. Тот, кто хочет, да-да, нет-нет, то есть здесь конкретно. А вот этот вечный жду, это делать себе больно, хуже себя не любить, не ценить. Это жертва определенная. Вам зачем это нужно страдать? Я понимаю, что он классный, замечательный, но раз ты меня любишь, вот он вам говорит, я тебя люблю, солнце мое, там, смс. А ты ему ответ пишешь, а раз ты меня любишь, женись на мне. Когда ты женишься, будьте более резкой и четкой. Вот так турчанки могут разговаривать. И мужикам это, конечно, не нравится. А зачем он, если он начнет на такое вот, на такие словечки, а вы попытайтесь, поэкспериментируйте, отвечать. Ты изменилась, ты стала другой, ты стала холодной. Обвинения пойдут. Ты стала такая же, как турчанки. Я тут, это, мне это не нравится. О, вот тогда, девочки, это вообще каждый на заметочку. Тогда у вас прекрасный, по ушам ездящий мужчина, который любит только бла-бла-бла и говорить, а делать он не любит. Такое обычное оправдание. Ты плохая, меркантильная, злая, холодная, как турчанка, как моя бывшая жена, как моя бывшая девушка и так далее. Ты-ты-ты-ты-ты, такая же, как они. Они такие ужасные. Да нет, чувак. Это просто ты не хочешь нести ответственность за свои слова. Ты только говоришь, а делать ты не хочешь. Я тебя сейчас прижучиваю тем самым. И ты сопротивляешься. Они очень такие люди не любят ответственность и чувство вины. И они на тебя, оскорбляя тебя, вина тебя, тебе это перекладывают. Мы так сразу окей, делаем выводы. Значит, я холодная, плохая, дерзкая или еще какая-то. Ну, значит, нам с тобой не по пути. Значит, я сейчас сказала то, что ты не хотел слышать. То, что тебе говорила до меня бывшая твоя. Вопросик, если она это говорила, значит, ты был точно таким же. Проворачивать пытался то же самое и как бы языком трепал, а дело никакого не делал. Вот и выводы сами приходят, да? Кто есть кто. Проверьте его таким образом, посмотрите реакцию. Пусть он... Ну, сделайте себе какое-то время, там, полгода, например, это максимум. Я считаю, что это максимум, что год уже прошел. Три месяца. Скажите, вот тебе три месяца? Я жду от тебя вообще каких-то официальных, конкретных шевелений насчет приближения ко мне. Это типа развод, документы, переезжайте. Короче, делай что-то. Сразу говорю, девушка, у вас двое детей, пожалуйста, не переезжайте к нему. На птичьих правах ждуна в другую страну. Короче, не тратьте ни время, ничего, с дети. Можно остаться в этом ждуне вот с этим мужчиной. Он вообще ничего не обещает. Вилами по воде пишет никакой конкретики. В этом ждуне можно остаться второй, назовем так, женой, семьей. Тогда его жена вообще ему развод не даст. Он же из другой женщины. Он с него три шкуры снимет, и он вам гол как сокол, она ему даст развод. Она с ним разведется полностью, а берет его наголо просто. Чтобы на вас у него денег не осталось. Поймите, какая перспектива. Вы либо ждать будете, либо у вас останется бедный мужик. Все. Я говорю как есть. Называйте меня плохой, меркательный. Еще я вам по факту рассказываю. Ну, это не мир с розовыми понями и радугой, а реальная жизнь. Пишите ваши комментарии. Может, кто-то попадал в такую же позицию, что можете посоветовать. Если кому-то нужна моя психологическая помощь, в инфобоксе я оставляю всегда свою почту. Тема письма, консультация. И я вам высылаю условия консультации, если вам нужно. Встретимся с вами в скайпе, пообщаемся. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.